Добрый день, Марат Рашидович. Спасибо, что вы выкрыли время. И я прошу вас немножко рассказать об очередной инновации в нашем университете. Мы обзавелись собственным эндовмент-фондом. Наверное, немножко... Или не так. Мы начинаем. Начинаем обзавелись. Мы приступили к тому, чтобы обзавестись эндовмент-фондом. Совершенно верно. Но решение принято принципиально. И решение принято. То есть нас это поддержал наш наблюдательный совет, потому что это прерогатива его. То есть вступление, учреждение или вхождение, или создание таких организаций, оно должно быть согласовано высшими инстанциями. Но самое главное, мы могли бы это и раньше. То есть это разрешение мы получили пораньше. Самым сложным моментом, это необходимо было собрать 3 миллиона рублей для того, чтобы приступить к его формированию. Это минимальное пороговое значение для того, чтобы создать такую структуру. 3 миллиона, это что такое? Это примерно половина стоимости Porsche Cayenne. Вы знаете, у каждого своя измерение. Но хочу сказать, что здесь, вы знаете, много можно сказать. То есть надо сказать, что мы здесь не первые в этой части. Но зато хочу сказать, что все-таки здесь какое-то было у Ильша Травкача чутье. Я хочу сказать, что вот где-то с 2010 года, как была утверждена программа Федерального университета, то есть там предполагалось формирование некоторых фондов. Но почему здесь все-таки мы угадали? Дело в том, что в Российской Федерации очень неустойчивая финансовая система. А создание Endowment Fund, она предполагает, что сам фонд не тратится, он размещается. То есть выбирается управляющая компания на конкурсных условиях. Она их размещает по тем направлениям, которые разрешены. И только можно пользоваться доходом с этих денег. Вот для того, чтобы обеспечить... Вот. Я видел ваше небольшое интервью, по-моему, где-то неделю чуть больше назад для университетского телевидения, где вы рассказали о положительных сторонах этого фонда. Ну, бегло пока. Но я-то как раз хотел бы, чтобы мы сегодня прояснили некоторые моменты, вот перспективы вообще развития, и насколько это выгодно. Если мне память не изменяет, но она не изменяет, я сверился, регулируется ведь этим федеральным законом о порядке формирования использовательного капитала, некоммерческих организаций. Он вступил в силу в 2007 году, 10 лет назад. Ну, больше даже, да. Ну, чуть побольше. Он 30 декабря был принят Госдумой в окончательном третьем чтении, и, соответственно, там пока президент подписал. Вопрос в чем? Казанский университет не первый здесь, да, в части создания эндамент-фонда, но я посмотрел по другим вузам. Я не беру некоммерческие организации в сфере сферы культуры, там искусства и так далее. Особенно-то никто, извините меня за такое простецкое выражение, не разбежался. То есть многие присматривались, там смотрели. Нет, нет, есть приличные. То есть МГУ, МГИМО, Европейский. Мы вообще, нет, я хочу сказать, эти вещи мы не берем. Понимаете, там, где есть административное, все-таки, не скажу понуждение, но... Влияние, да. Влияние, да. То есть там нельзя в этой части использовать, скажем, как эталон. Но вот то, что работает МГУ, МГИМО и Питер, то есть они, скажем так, что их выпускники жертвовали весьма серьезные вложения для того, чтобы сформировать вот целевый кафон. Ну, эндаумент, это если с английского, да, то это и есть. Там пожертвования, вложения. И практика высшего образования в мире, прежде всего в США, там ведь очень сильно развита эта структура. Там вообще культура благотворительности, она практически, вот, социсследование показывает, это и отличает вот нашу ментальность. Там практически каждый, то есть более 86% населения активно участвует. То есть, а так практически 100% населения в той или иной мере вовлечено в благотворительный программ. Может быть, потому что у них немножко другие доходы? Нет, я хочу сказать... Это культура, ментальность такая. В том случае, если бы, например, я бы сказал, где-то 50%, можно было бы такие идеи сказать. Но когда практически все население этим занимает, это означает, что не только богато или сверхбогато этим занимается, но и все слои населения. Вы знаете, вот есть интересный этот феномен, куда вкладывают, скажем... Богачи, да? Богачи, да, свои... Куда жертвуют богачи. И вы видите, практически все, кто в Соединенных Штатах добился серьезных результатов, они нашли возможность очень существенно поддержать свой альмаматор. А в Российской Федерации все, скажем, суперуспешные, почему-то они решили поддержать футбол. Понимаете, на худой конец хоккей. Ну и еще, я хочу... Нет, я не говорю про потребление, потому что этим грешат и американцы. И третий приоритет – это баскетбол. То есть, до альмаматор практически никто не дошел. Да, да, да. Спорт рассматривается даже не как выгодное вложение, а как способ самоутверждения в определенном смысле. Ну, раз... Не знаю, я не интересуюсь этими вещами так пристально, поэтому для меня это вообще очень странно. Ну, ментальность, я согласен с вами, что, конечно, здесь и традиции, особенно в таких странах глубоко, скажем, религиозных, по большому счету, как США. Ведь если посмотреть... Не только, оно культурно, понимаете? То есть, вот, это часть воспитания. Поэтому... Понятно. К сожалению, вот, мы были же очень социальными, вот эту важную черту нашего портрета мы почему-то потеряли. Советский времен. Да, да, да. Вот я еще вот говорил же про те доли, которые есть в Соединенных Штатах, а мы делали исследования по нашей стране. Это мне стыдно сказать, что у нас менее 20% людей, кто этим занимается. Ну, хорошо, ментальность, я с вами согласен. Конечно, это вековые традиции, это постоянная, ну, как говорится, подкачка общественного мнения в этом направлении и так далее. Мы здесь, естественно, в начале пути, но я, помимо этого, я что хотел бы сказать? Опять-таки, немножко уходя от ментальности, тот же Билл Гейтс или там, я не знаю, Уоррен Баффет или любые другие, кто очень много жертвует, создают благотворительные фонды, вот в том числе финансируют через эндамент-фонд ВУЗы, которые они в свое время заканчивали. Ну, Стэнфорд, там, я не знаю, по-моему, целиком на эндаменту фонда живет, да, источник доходов, и это измеряется десятками миллиардов долларов ежегодно. Абсолютный лидер Гарвард. Ну, Гарвард, да, Айвелик, да, и так далее, там дюжина. Но, есть один нюанс, если я не прав, вы меня поправите, в отличие от нашей современной России, в тех же США и вообще в англосаксонском мире, те, кто жертвует, основывают фонды, вкладывают туда, получают существенные налоговые преференции. Нет. Как нет? Нет. На эту сумму освобождаются же от уплаты налога на прибыль, на ту сумму, которая внесена в благотворительный фонд. Я хочу сказать, здесь есть некоторые лукавства, поэтому я хочу... Давайте разоблачим его. То, что мы вложили, оно и так уже один раз налогооблагалось. То есть, они в этом случае не получают налоговые вычеты. Понимаете, та организация, куда они вкладывают, да, дополнительно она не облагается, как и в нашем случае. То есть, я не вижу здесь принципиальной разницы. Понимаете, то есть, я хочу сказать, что здесь вот очень важно, потому что я постоянно в литературе встречаю эту вещь. Да. Это уже в том случае, если я получаю на это налоговый вычет, простите, пожалуйста, это уже не благотворительность, а это какая-то налоговая оптимизация. То есть, здесь нельзя уже о чем-то говорить. То есть, уже сам... То есть, если вы понимаете, я должен сначала получить доход, зарплату, оплатить все налоги и потом жертвовать. А в том случае, если я это делаю иначе, это уже, по крайней мере, содержание слова благотворительность. То есть, получается, что не только он, а все общество в этом случае благотворит. Я понял, в чем, кажется, нюанс. Вы ведете речь сейчас о том, что человек как физическое лицо куда-то вкладывает, и, естественно, он ничего не облагается. Если вкладывает руководимый или владелец фирмы со счетов, со средств фирмы вкладывает, вот я что имел в виду. Я согласен, но в любом случае природа, в этом случае капитала, она имеет это значение. То есть... Я хочу сказать, если он получил налоговый вычет... Я понял, о чем вы говорите. То есть, вы хотите сказать, что с точки зрения благотворительности, физические и юридические лица в Российской Федерации не имеют, точнее так, те, кто жертвует там, за бугром, в Штатах и так далее, они не имеют никаких преимуществ по сравнению с физиками и юриками у нас. Совершенно верно. То есть, у нас нельзя сказать, что у нас условия какие-то настолько кабальные, что они не позволяют заниматься благотворительностью. Как быть с теми процентами, с теми доходами, которые получают эндаумент-фонды в результате своей деятельности? Мы куда-то вложили средства. Не мы, управляющие компании. Потому что там, ну, для того, чтобы эти деньги не пропали и... Нет, это детали, это понятно, что не персонально ректор, не персонально... Вы как проректор по инновациям будете вкладывать. Есть управляющая компания или совет руководит этим фондом в какой-то части, там называется по-другому. Так вот, мы что-то получили в конце года, да, за год. Вот эти суммы по налогообложению, они тоже никак не отличаются, скажем, в США и в России? То есть, мы с того, что мы получим, должны будем заплатить какие-то налоги? Те люди, которые потом получат соответствующий доход, да. Потому что, вот я объясню, здесь ведь есть много вопросов. То есть, как мы будем расходовать эти средства? То есть, из числа жертвований жертвователей и администрации нашего университета будет формироваться наблюдательный совет этого фонда. И они будут утверждать программу. Потому что здесь жертвы не есть целевые, есть общие. Чем они отличаются? То есть, например, кто-то может пожертвовать большую сумму и сказать, вот я хочу, чтобы доходы, то есть, была учреждена специальная премия. Или, например, вот очень часто говорят, что есть наша кафедра, мой факультет, мое направление. Я хочу, чтобы это направление было поддержано. Баран Рассветович, мы ведь ведем речь о целевых фондах. Вот я еще раз говорю. И в этих случаях может быть, в зависимости от того, какой заключен договор жертвования, уже пожелание, на что будут направляться эти средства. Они также, если, например, они без, скажем, целевой окраски, они могут направляться на те проблемы, которые больше всего сейчас актуальны для... Нет, ну, в законе достаточно четко прописано, на какие цели могут расходоваться средства целевого капитала. Там прописано. Пожалуйста, вплоть до того, что зарплату можно платить, аренду можно оплачивать, помещение, научные исследования... Нет, я вот приведу самое, что самое всех это очень и нас беспокоит. То есть, вот есть талантливый человек, но у него нет необходимых доходов для того, чтобы оплатить платное образование. Вот этого... Но в том случае, если мы это жертвуем, то есть, его доход облагается. Это его, это в этом случае. Нет, нет, вот смотрите, мы вложили, грубо говоря, 3 миллиона сейчас, 10% получили, ну, а упрощенно 300 тысяч в конце года у нас наросло. Половину забрала управляющая компания? А на свои расходы, что ли? Да. Обеспечив свое содержание? Осталось 150. Да. С этих 300 или со 150 тысяч мы должны еще что-то казне отдать? Мы нет. Почему? А зачем? Ну, это же доход. Нет. Он что, не облагается? Нет, мы же его не потратили. Его, как его, бухгалтерский учет будет вести? Если мы какую-то хозрасчетную еще деятельность будем вести, если у нас появится прибыль и превращение, в этом случае, да. То есть, вот этот доход не является объектом налогообложения? Нет, нет, нет. И мы взяли, потратили его, скажем, там, на очередной какой-то аренду или там на зарплату сотрудникам этот доход, который мы получили, и все хорошо. Зачем? И те люди, кто получил в этом случае этот доход, они будут платить на соответствующую налогу? Ну, что, 13% НДФЛ, что ли, вы имеете в виду? А если я аренду оплатил? Какое? Помещение. А зачем? Ну, для лаборатории, например. То, что предусмотрено, законно. У нас нет таких потребностей. Нет, потребностей-то нет. Я гипотетически говорю, в данном случае, что тоже нет. В зависимости от того, как построен этот договор. То есть, надо посмотреть. Я объясню. Хорошо. Почему? Потому что, если есть образовательные или научно-исследовательские работы, у них порядок налогообложения, он тоже леготирован. Если вот эта логика, ну, я не могу сомневаться, вы гораздо больше... Нет, я еще раз хочу сказать, что все зависит от того, какой договор. То есть, если он будет коммерческим, то есть, понимаете, здесь ведь можно... Договор между кем и кем? Между фондом нашим, целевого капитала, и получателем. То есть, он может носить как коммерческий характер, так и некоммерческий характер. Совершенно верно. Если мы считаем, что направление средств на какое-то конкретное научное исследование, мы при этом говорим, что жертвователь не оговаривает, да? Не оговаривает, что вот и только на это. Он просто говорит, я вложился. Да. И вот здесь налогообложение, оно может возникнуть в том случае, если мы... баланс доходов и расходов не будет совпадать. Но если мы делаем докапитализацию, они тоже не будут возникать. Я понял теперь ваш вопрос. То есть, выгодно каждый год в ноль заканчивать, грубо говоря. Да, или инвестировать туда же опять. Ну, это тогда смысл теряется, да? Это смысл фонда в этом случае теряется. Получается, судя по всему, что это, в принципе, достаточно такая хорошая, выгодная вещь. Не очень выгодная. Почему? Вы сказали 10%, 10%... Не получим, да. Пока это, ну, хочу сказать, это мечта. То есть, это даже в том случае, если там будет конкурс, если управляющая компания пока предлагает где-то в районе 5%, и причем 2,5-3% на это претендует сама управляющая компания. Конечно, мы будем искать, будем разговаривать, и может быть кто-то из наших выпускников, кто возглавляет эти управляющие компании, пойдет на встречу, и, ну, минимальные какие-то расходы... Управляющая компания уже выбрана для... Нет, 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 будет открытый конкурс, поэтому здесь, я думаю, что все, кто... Мы еще до формирования фондов практически от всех ведущих компаний, которые занимаются управлением фондами целевого капитала, вузами, получили соответствующее предложение, но пока их это... 5% дохода по году. Не проще ли положить на депозит свободные средства и получить 7-8%? Может быть, и так, но это решает управляющие. Ну, 7-8% тоже в этом случае это проблематично. Проблематично, конечно, ну, 7. Ну, 7. Даже Сбербанк даст вам 7. Ну, хорошо, тогда вы сделаете. Тогда сделаем 7, да. Для того, чтобы... Я к чему веду? Для того, чтобы вот этот эндаумент фонд играл какую-то заметную роль, да, вот в финансово-хозяйственной деятельности, в жизни университета, обобщенно скажем, он должен, так вот, грубо, да, по моим дилетантским прикидкам, составлять не 3, даже не 30 миллионов, а в идеале 3 миллиарда, или там, ну, пусть загнул я, ну, пусть 500 миллионов. Нет, я хочу сказать, на самом деле, чтобы он играл заметную роль, надо, чтобы это было порядка 15-20 миллиардов. Вот. Это я поскромничал еще, значит, да. Потому что, если смотреть вот норму по другим вузам, то есть, вот, считается оптимальным, когда до 30 и более процентов вот формируется за счет таких источников. Это имеется в виду бюджета вуза. Это означает, что, то есть, мы ежегодные поступления за вычетом расходов управляющей компанией должны составлять порядка от 2 до 3 миллиардов. Вот тогда можно сказать, что мы устойчиво на долгосрочную перспективу сможем вот заниматься и поддержкой преподавателей, и студентов, и развитием новых программ. Я, готовясь к нашей сегодняшней встрече, посмотрел тут вчера, позавчера по вузам, да, у кого что есть. Любопытная как раз свежая информация. Вот на днях в Уральском федеральном университете они обсуждали итоги деятельности Эндаментфонда за 2017 год. Подвели, может, чуть раньше, там, не стали дожидаться конца года. Я посмотрел по цифрам. Общая сумма Эндаментфонда вуза составляет 72 миллиона 799 тысяч 719 рублей. И это при том, что количество доноров более 8 тысяч. И при том, что этот фонд у них создан, по-моему, уже работает года 3-4. Какие сроки мы с вами стоим на земле, да, какие сроки понадобятся университету нашему для того, чтобы это заиграло? Вы знаете, это все зависит от руководителя. Понимаете? То есть вот я же вам говорю, что с 2010 года мы так тихонечко присматривались к этой теме. Это не означает, что мы этим не занимались. То есть у нас есть фонды, и мы тратили все, что нам жертвуют, напрямую. И это время показало, что этот подход был эффективным. Сейчас, да, совершенно верно. То есть мы, если посмотреть, то мы из альтернативных источников, мы тратим больше, чем тот же самый упомянутый вами и Уральский, и Томский университеты. Причем вместе взятые. Ну, благо дело, что наш это попечительский совет возглавляет Рустам Нургалевич. Поэтому он внимателен к развитию университетов. Конечно. Слава богу, что так. Тогда совсем грубой вопрос. А стоит ли затевать? Вы знаете, ситуация такая, что... А почему нет? Ситуация ведь в том, что, как говорят, время пришло. Тем более это инициатива наших студентов, бывших. Понимаете? И если у них получится, то есть они вот серьезные... Ну, я хочу сказать, хоть вы говорите полмашины там, но мне кажется, что вот это серьезное вложение. И раз люди свои личные средства вложили, значит, они верят. И еще раз говорю, то есть я надеюсь на хороший результат. Вот это знаете... Как можно вот измерить время, совесть во времени? Я не знаю. Если вы подскажете, то я тогда скажу про реальные сроки наполнения. Совесть-то совестью. Но мы ведь ведем речь о конкретных суммах, о денежных знаках, к сожалению. Ну, вот вы знаете, помните же, как Митимир Шарипович это ушел? Он возглавил фактически вот первый знаковый... Ну, да, фонд возрождения, да. И надо сказать, что культура, это вообще, то есть она так тяжело проживается. Но сейчас созрели все условия. Люди видят результаты, реальные результаты от этих вещей. И чем хороший эндаумент, сейчас уже все и негативные, и позитивные практики есть. Поэтому у нас есть возможность, не наступая на грабли, сформировать оптимальный формат. Самая главная вот угроза здесь, я повторюсь, это некоторая финансовая нестабильность макроэкономическая. Потому что они в раз, вот после девальвации рубля в 2014 году, то есть они пропорционально обесценились. Поэтому то, что мы тратили, лучше было тратить. И те договора, которые заключались в валюте зарубежной, конечно, тоже стали обременением дополнительным. Согласен, согласен, согласен. То есть все равно, вот это тот случай, что такое эндаумент, это стратегия развития вуза на очень долгую перспективу. То есть вот то, что вы говорите. Я на самом деле реалист, то есть я не вижу, что, скажем, такой бум есть. Но сейчас вот новая молодежь и та культура, которая формируется, культура соучастия, культура понимания, культура развития уже от футбола, баскетбола к образованию. Я надеюсь, что, я еще раз говорю, это будет хороший инструмент поддержки развития высшего образования в нашей республике. Вот эти 3 миллиона, о которых вы упомянули в начале, которые являются минимальным необходимым стартовым капиталом для того, чтобы учредить, да, узаконить эндаумент фонд. Это, я так понимаю, мы с вами до эфира перемолвились, мы не можем пока назвать имена этих людей. Не упоминали, но я хочу сказать, что все-таки мы их включили, то есть поскольку это уже исторический факт, для нас очень важно, мы их включили в состав учредителей. Они не могут ни на что претендовать, но, по крайней мере, вот история будет знать. Это несколько человек, да? Двое, хочу сказать. Двое, да. Молодцы. Это выпускники? Это выпускники нашего университета, да. Факультет, институт нельзя назвать. Вот, ну вот как все. Уже начинаем разоблачать, да? Ну, я не могу здесь игнорировать это. Я вас понимаю, да, я вас понимаю прекрасно, и их понимаю. Хотя, вот это как раз тот случай, когда, ну, понятно, обычно говорят, что благотворитель должен заниматься благотворительностью, не пиаря себя при этом. Это вполне обессимая позиция. Ну, для меня, хочу сказать, это было вот тоже очень неожиданно, то есть, что люди очень скромные и в то время очень ответственные. Ну, среди выпускников Казанского университета, Государственного университета, да, с тех пор и теперь уже и Федерального университета, достаточно много, по моему ощущению, людей вполне состоятельно. Согласен. И более того, хочу сказать, что вот, все-таки я редко хвалю нашего мэра, но вот хочу сказать, что он тоже особо не пиарясь, он фактически последовательно каждый год очень серьезно вкладывает и ремонтирует помещения. Помещение. Юрфак курирует. Да, ну, я хочу сказать, если бы каждый так это делал, я думаю, что мы серьезно бы продвинулись. Понятно. Что, собственно говоря, мы, по-моему, с моей точки зрения практически все выяснили, за исключением одного нюанса. Вот как может развиваться фонд этот, эндаумент фонд. Опять же, вот, может быть, я превратно представляю картину, но вот по той информации, которую я где-то там вычитал, где-то посмотрел, там, я не знаю, фильмы, там, то есть, у меня такое ощущение, что вот в том же Стэнфорде, Гарварде, при всем, при том, что вековые традиции, да, вот благотворительности, жертвований в эндаумент фонда, огромное они значение имеют. Впечатление такое, что вот ректор и проректоры вот буквально, ну, грубо говоря, хоровод водят вокруг этих доноров, при всем при том, что ментальность уже вроде бы ментально, они подготовлены, что надо жертвовать. То есть, насколько велика роль и значение вот конкретной работы, вот мы не забыть ни одного выпускника, найти, уделить ему внимание, подчеркнуть, что он важен. И ведь они вкладывают по большому счету в людей. Да. И поэтому это символ того, насколько они верят вот в эту команду и способность ее трансформации. Конечно. И мы должны показывать всеми способами, всеми законными, доступными способами, что это действительно не пустой звук, и корпоративный дух, и история университета, и творческие, и научные карьеры. Не только. Самое главное, если будут конкретные результаты, я думаю, что вообще все это... Люди пойдут. Конечно. Понесут деньги, да, грубо говоря. Не только, но вы знаете, вот, ведь с одной стороны он наш выпускник, а потом все-таки он и родитель наших будущих студентов. Ну да. И вкладывая, то есть это ведь не только знак там или дань уважения, или, то есть здесь не хотелось бы это понять, что это какое-то вот побирательство, понимаете, или такое вот как милостынь. Нет. То есть надо понимать, что если ты хочешь иметь лучшее будущее, надо иметь лучшее образование. Если ты сам в этом не участвуешь, то никто за тебя ее не создаст. И вот здесь ты сам можешь сформировать то образование, такое, которое ты хочешь. Вот это и какого будущего ты хочешь своим детям. Вот самый главный нюанс этой программы. Как недавно заметил, не помню его фамилию, один из выпускников Стэнфорда, он выступал там перед студентами, сказал, я просто видел изложение его речи, перевод, он там сказал интересную вещь с моей точки зрения. Он говорит, на самом деле действительность меняют не правительство, действительность меняют капиталы, как они вложены и куда вложены. Ну вот приведу пример, чтобы мысль завершить. Дело в том, что вроде нам государство выделяет большие средства, и поэтому нас все время спрашивают, но надо понимать, что есть очень жесткий регламент и стандарты даже образовательные. Мы очень жестко ограничены во многих вещах, а вот все, что будет привлечено через эти источники, мы можем там сформировать университет будущего любого формата, который бы хотели. То есть еще есть один момент, то есть каждый, кто участвует, он уже, я говорю, он войдет в историю, как вот человек с высокой социальной ответственностью. Чтобы войти в историю, придется открыться, не анонимно. Мы в любом случае всех, то есть реестр всех вложений, вы знаете же, это все финансовые документы. Бухгалтеры-то будут знать, я имею в виду в данном случае широкую общественность, так называемую. Но в любом случае в историю они войдут. Войдут. Антон Шуцкий, большое спасибо за пояснение, очень все это интересно, и ваш исторический оптимизм тоже интересен. Я верю в наш университет, верю в наших выпускников и верю в светлое наше будущее. Спасибо вам огромное за эту веру, во-первых, за то, что рассказали, во-вторых. И давайте будем надеяться, что все-таки эндаумент-фонд Казанского федерального университета в обозримом будущем, который мы с вами застанем, а лаверса там, или даст бог, будет играть достаточно заметную роль в жизни вуза. Сегодня был проректор Казанского федерального университета по экономике Марат Рашидович Софиуллин. И мы говорили об эндаумент-фонде КФУ, который должен развиваться. Спасибо вам за внимание, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова